Вы слушаете канал жаж.клаб, кельтские щиты. Древние кельты производили великолепные бронзовые щиты в Британии Железного века, которые, скорее всего, предназначались для церемониальных целей и демонстрации статуса. Несколько прекрасных примеров чудом сохранились как свидетельства воображения, мастерства и артистизма кельтских ремесленников. Выдающимся примером является щит Баттерси, который сейчас находится в Британском музее. Но есть несколько других полных бронзовых щитов и умбонов, которые наглядно иллюстрируют, что кельты украшали щиты, предназначались ли они для битвы, показа или в качестве обетных подношений. Кельтские щиты, дизайн и функции кельтские воины имели отличительные щиты, которые чаще всего были большими и овальной или прямоугольной формы. Эти щиты были сделаны из дерева и кожи с пряжками из металла с центральной бабышкой для дополнительной прочности. Оборотная сторона обычно имела одну рукоятку. Такие щиты часто представлены в искусстве от котла гунде струпа до статуэток богов-воинов. Греческий историк Деодор Сицилийский, писавший в одном веке до нашей эры, описал кельтские щиты как «щиты в человеческий рост», оформленные по индивидуальному вкусу. Некоторые из них имеют выступающие фигуры из бронзы, искусно сделанные не только для украшения, но и для защиты. Другой категорией щитов были те, которые делались не для поля боя, а для того, чтобы произвести впечатление. Такие щиты были сделаны из листов бронзы и настолько тонкие, и хрупкие, что не имели практического применения в реальной кельтской войне, бронза толщиной в миллиметр могла быть легко разрезана лезвием меча. Однако некоторые бронзовые облицовки первоначально были прикреплены к деревянной или кожаной подложке для большей прочности. Эти щиты, вероятно, несли в процессе и важных племенных событиях, поскольку они демонстрировали богатство и власть кельтских правителей, которые были наиболее вероятными их владельцами. Захороненные в гробницах таких важных фигур или данные в качестве обетных подношений в религиозных ритуалах, примечательно, что некоторые из этих щитов сохранились для потомков. Они, как правило, были найдены случайно рабочими, а не археологами. Как утверждают историки Джей, Фарли и Эф Хантер, многие из наших лучших произведений кельтского искусства являются случайными находками, часто из влажных или отдаленных мест, таких как реки, болота, озера или горы. Это были не просто случайные потери, вряд ли люди были бы так часто небрежны с такими ценными вещами. Также маловероятно, что они были похоронены для сохранности, река – нехорошее место, в котором можно что-то спрятать. Эти предметы были намеренно отложены, возможно, в качестве жертвоприношений неизвестным богам, во время обрядов посвящения или для заключения соглашений между отдельными лицами или группами. Щит-Баттерси Щит-Баттерси был извлечен из реки Темзы рабочими в 1855 году и поэтому назван в честь района, где он был найден на юго-западе Лондона. Щит сегодня находится в Британском музее в Лондоне. На самом деле только облицовка щита, его органическая основа исчезла на протяжении веков в Темзе, он состоит из нескольких кусков листовой бронзы, соединенных вместе с помощью скрытых заклепок и связующей полосы. Размеры щита – 77,7 см восточной долготыину и 35 см в ширину. Он весит 3,4 кг. Щит датирован между 350 и 50 года до н.э. С большей точностью сказать трудно, так как нет сопутствующего инвентаря. Щит Баттерси. Фото www.worldhistory.org Деталь щита Баттерси. Фото www.worldhistory.org Щит Баттерси украшен рельефами, гравюрами и репусной работой. Рельеф – чеканной с обратной стороны. В центральном и самом большом кругляши расположены три больших кругляша с ярко выраженным центральным выступом. Именно этот умбон идентифицирует щит как изготовленный на британских островах. Есть свитки и 27 обрамленных шпилек, когда-то заполненных красной стеклянной пастой, которая, как показывает анализ, имеет средиземноморское происхождение. Пальметы и эс-образные мотивы в рельефе соединяют шпильки внутри каждого кругляша. Щит Уитема Щит Уитема был извлечен из реки Уитем в Линкольншере, Англия, в 1826 году. Этот бронзовый щит датируется 400-300 год до нашей эры и также находится в Британском музее. Он имеет похожую форму на щит Беттерси, продолговатый с закругленными углами, и также предназначался для крепления к подложке из дерева или кожи. Щит Уитема менее декоративен, а Умбон и центральная линия немного смещены от центра. Он имеет 1,09 метра в длину и 34,5 сантиметра в ширину. Щит состоит из двух листов и полутрубчатого переплета по краю. Фото – www.orldist. Продолжение истории читайте на сайте jah.club